В холодное время года газ и электричество дорожать не будут. В этом заверил премьер-министр Дарин Ричан. 11 сентября на заседании правительства он заявил, что слухи о возможном росте ценные энергоносители – это предвыборные спекуляции. Кабмин действительно не может знать, что произойдет на международном рынке. Но хочу всех заверить, что в этом сезоне Молдаванам не придется платить дороже. Хочу попросить участников избирательной кампании сосредоточиться на проектах по развитию и показать, как будет развиваться Молдова. Ранее власти Кишинева заявляли, что разрабатывают сценарии по обеспечению страны энергоресурсами в период кризиса. На случай, если возникнут проблемы с поставками газа и электроэнергии, учитывается возможность закупить электричество на европейском рынке и на румынской бирже. Напомним, что в последние месяцы в Национальном агентстве по регулированию энергетики неоднократно принимали решение о снижении тарифов на газ, свет и тепло. Конфликт между Гэрил и Аутомодерни и властями набирает обороты. 11 сентября представители компании обратились в Национальный антикоррупционный центр. Они обвиняют Управление по эксплуатации недвижимости в том, что его сотрудники незаконно заняли офисы и нарушили договорные и имущественные права частного партнерства, при том, что еще нет судебного решения по этому вопросу. 10 сентября представители Управления по эксплуатации недвижимого имущества в сотрудничестве с представителями органов внутренних дел сняли частную охрану Гэрилор Аутомодерни и силой проникли в помещение предприятия, где находятся личные вещи и документация компании. Администратор компании подтвердил, что речь идет о рейдерском захвате, который организовало агентство публичной собственности. Юрий Мороз утверждает, что транспортных операторов шантажируют, чтобы те отказались от контрактов, которые заключили с предприятием. «Хотим сказать спасибо транспортным операторам, которые остаются объективными в этой ситуации, в условиях, когда их шантажируют, чтобы бойкотировать процесс обслуживания маршрутов». В комментарии для ньюсмейкера представители агентства публичной собственности сообщили, что действовали на основе судебного решения и назвали происходящее дешевым шоу. По их словам, частная компания сопротивляется, поскольку рассчитывала заработать, но в итоге не оправдала ожидания государства. В агентстве отметили, что совершают законные действия. Концессионный договор автовокзалов заключили в 2018 году на 25 лет. Компания взялась модернизировать 30 автовокзалов и автостанций, максимум за три года, но этого не произошло. В 2022 контракт расторгли. Правительство объяснило это решение не представлением гарантии надлежащего исполнения и не выполнением обещанного инвестиционного плана. Подрядчика уведомили о необходимости исправить ситуацию, но требований он не выполнил. В августе 2024 года агентство публичной собственности начало процесс передачи автовокзалов и вокзалов в государственное управление. Тогда же компания Гэриле «Аутомодерни» подала предварительный запрос с просьбой отменить распоряжение. Председатель парламента Игорь Грусу участвует в четвертом саммите Крымской платформы, который проходит в Киеве 11 сентября. Мероприятие проводит президент Украины Владимир Зеленский. Собрались делегации из разных стран. Ключевые темы для обсуждения – это вопросы территориальной целостности и безопасности соседнего государства. Молдавский спикер произнёс речь, в которой поднял тему последствий российской военной агрессии для Украины и Молдовы. Также Гросу уделил внимание усилиям по интеграции двух стран в Евросоюз, отметил их вклад в установление мира и стабильности в Европе. «Сегодня мы в Молдове, у нас мир, и этому мы завдячиваем, либо что украинскому народу, который борется за Европу, за наши ценности. Мы не можем допустить, чтобы вам не посмехнулася перемога». На мероприятии присутствует и госсекретарь США Энтони Блинкен. Днём ранее, в ходе визита в Лондон, он заявил, что Российская Федерация получила баллистические ракеты из Ирана и может применить их в Украине в ближайшие недели. По мнению американского чиновника, сотрудничество между Москвой и Тегераном угрожает европейской безопасности. Первый саммит Крымской платформы состоялся в 2021-м. На нём собрались делегации из 43 стран, а также руководство Совета Европы, Еврокомиссии, НАТО и ГУАМ. Нарушали закон ради гражданства Молдовы. 11 сентября в полиции сообщили о задержании бывшего сотрудника Министерства внутренних дел, который наладил незаконную схему. По его задумке, претенденты на получение молдавского гражданства предъявляли в Агентстве государственных услуг свидетельство о рождении и внутренний паспорт старого образца с левого берега Днестра. Документы были чужими, но с настоящими фотографиями заявителей. В рамках расследования во вторник, 10 сентября правоохранители провели обыски в домах, офисах и рабочих кабинетах сотрудников многофункциональных центров Агентства госуслуг в Кишинёве, Новых Аненах и в Каушанах. Также стражи порядка опубликовали переговоры подозреваемых. Предположительно, гражданство Молдовы незаконным образом получили несколько человек, уже установлены личности двоих заявителей из Украины. Расследование продолжается, и правоохранители выявляют всех причастных к схеме. В агентстве госуслуг отметили, что сотрудничают с полицией и хотят, чтобы дело, в котором замешанные сотрудники учреждения, дошло до суда. Трое сотрудников Национального агентства пищевой безопасности и Сорок подозреваются в вымогательстве денег и продуктов. Правоохранители располагают информацией, что во время проверки в одном из магазинов инспекторы потребовали у владельца 4 тысячи леев. Взамен обещали не составлять протокол о том, что у магазина нет ветеринарно-санитарного разрешения на производство и продажу продовольственных товаров. В Национальном антикоррупционном центре сообщили о другом случае, когда сотрудники Анса вымогали 5 тысяч леев, но согласились на 4 тысячи и кондитерские изделия на оставшуюся тысячу. Правоохранители обыскали офисы, дома и машины подозреваемых, изъяли деньги и улики. В Национальном агентстве пищевой безопасности сообщили, что начали внутреннее расследование. В ведомстве подчеркнули, что дистанцируются от сотрудников, которые нарушают принцип неподкупности в своей работе. Подозреваемые инспекторы на время следствия остаются на свободе. Чрезвычайное происшествие в Бельцах. 11 сентября около часа дня на жилой улице сошёл оползень. Обвалился участок дороги, однако обошлось без пострадавших. На место происшествия прибыли правоохранители, спасатели и коммунальные службы. Полиция перегородила опасный участок дороги. В связи с инцидентом на заседании собралась местная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Позже Бельцкая мэрия объявила, что улица будет закрыта для движения транспорта до полного устранения последствий. Также сообщается, что эвакуированы люди, чьи дома находятся в зоне риска. Сотрудники муниципалитета пришли к выводу, что оползень был вызван ремонтными работами водопровода. Размер ущерба ЧП пока не подсчитали. Кратковременные ливни с грозами и сильный ветер обещают синоптики. На среду, 11 сентября, они объявили жёлтый код в связи с нестабильностью погоды. Предупреждение уже вступило в силу и будет действовать по всей стране до 5 утра четверга. В центральных и южных районах Молдовы ожидаются обильные ливни. Количество осадков на квадратный метр может достичь 45 литров. Ветер будет порывистым, его скорость превысит 20 метров в секунду. Специалисты предупреждают о риске наводнения и призывают население избегать ненужных поездок, а также следить за информацией о погоде. Жаркие дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом в США. 10 сентября демократка и республиканец впервые встретились лицом к лицу в теледуэли в преддверии президентских выборов. Кандидаты затронули несколько тем, включая войну в Украине, внешнюю политику, иммиграцию и продовольственный кризис. Бывший американский лидер заявил, что одна из его главных целей – завершение войны в Украине путем диалога. В ответ Камала Харрис напомнила Трампу, что он противостоит ей, а не президенту Джо Байдену. Затем она привела аргументы по поводу того, как власти США вмешались в войну в Украине. Я вообще встретила с Зеланскию несколько дней前 Россия уничтожила поляна и Романия. И через то, что я и остальные делали, мы привезли 50 страны вместе с Украиной в своей правильной защите. И потому что нашу поддержку, потому что оборудование, оборудование, артиллерия, джавлин, абрамс-танк, которые мы привезли, Украина стоит как индивидуальный и свободный стран. Если Дональд Трамп был президент, Путин бы сидеть сейчас в Киеве. Потому что Путин агенда не только о Украине. Понимаете, почему европейские альицы и наши НАТО-аллицы так благодарны, что вы не более президент. На вопрос одного из модераторов, значится ли в интересах США прекращение войны в Украине, Трамп уклонился от ответа. Думаю, в интересах США покончить эту войну и достичь понимания, потому что следует остановить уничтожение человеческих жизней. Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис баллотируются на постглавы государства на выборах 5 ноября. По данным CNN, 63% телезрителей посчитали, что дебаты выиграла Харрис, а 37% назвали победителем Трампа. Это при том, что противостояние в телеэфире посмотрели больше республиканцев, чем демократов. Напомним, что Харрис стала кандидатом от демократов после того, как Байден решил покинуть гонку после неудачного выступления на июнских дебатах. Число самоубийств в Молдове уменьшается. По данным властей, в прошлом году зарегистрировали 281 случай суицида среди взрослых. Это на 85 меньше, чем в 2020. Что касается несовершеннолетних, к возрасте до 17 лет, в прошлом году зафиксировали 7 случаев, что найден меньше, чем годом ранее. Как удержаться от последнего шага, обсудили в столичном парке Штефана Чалмаре 10 сентября. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню предотвращения самоубийств. Общественная организация «Альтруизм» организовала акцию поддержки. Основательница «Зеленой линии» по предотвращению суицида Люба Чабан рассказала, что ежемесячно поступает около 50 звонков от людей, которые не могут справиться с навалившимися проблемами. Жители столицы поделились своим мнением о том, насколько важно поднимать тему суицида и открыто о ней говорить. И я думаю, что это очень хорошая акция. И да, мы должны иметь эту линую зеленую, но мы должны кто-то поддержать, чтобы иметь людей, которые им нужны, чтобы их адресить специалисту. Это очень важно, потому что очень много молодых людей погибает. И для общества это очень важно. Теряем молодых людей. Но таких центров должно быть больше. Даже анонимные телефонные звонки – это тоже способствует. Семья должна помогать, поддерживать. Обратиться за анонимной помощью на русском, румынском и английском языке вы можете на сайте pentruvjatsa.md. С 2012 года более 8 тысяч человек воспользовались этой поддержкой. Молдова входит в топ-стран с высоким уровнем самоубийств. А по оценкам ВОЗ, ежегодно при населении менее 3 миллионов жителей происходит 10 тысяч попыток суицида. Знаете ли вы, что вода в пластиковых бутылках может поставить вашу жизнь под угрозу? Удобные в использовании PET вредны для здоровья. По словам специалистов, пластик содержит вредные химические вещества, часть которых попадает в жидкость, которую мы выпиваем. В этом выпуске рубрики «Здоровье» врач-гигиенист Лилиана Карп рассказывает об опасности, к которой мы подвергаемся, когда пьем воду из пластиковых бутылок, и чем их можно заменить. Бутилированная питьевая вода содержит талаты и бисфенол, химические вещества, которые влияют на овуляцию и могут вызвать гормональные нарушения или способствовать раку. Также они могут стать причиной ожирения, бесплодия, панических атак, болезни сердца и дыхательной системы. Также важны условия содержания и хранения PET. Ведь при нахождении на солнце более двух часов риски для здоровья возрастают в несколько раз. По мнению врачей, ультрафиолетовое изучение может изменить состав воды и сделать ее непригодной к употреблению. Ведь в любой воде под воздействием солнечных лучей размножаются бактерии. Определить испорченную воду можно по неприятному запаху, горькому или кислому вкусу. Пить ее категорически запрещено, поскольку можно отравиться. Существует... 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 из безопасного чистого и проверенного источника. Команда Ньюсмейкер спросила жителей столицы, знают ли они о негативном влиянии пластиковых бутылок? Потому что пластиковые бутылки очень тяжелые, и из-за этого они остаются в земле, и они уничтожены. И они уничтожены, и они уничтожены, и они уничтожены, и они уничтожены очень много. Согласно четверту Пластиковской Европы, в втором квартале этого года производство первичного пластикового возросло на 2,7% по сравнению с предыдущим кварталом и увеличивается по сравнению с 2023 годом. На этом наша рубрика заканчивается. Надеюсь, информация была полезной. Увидимся на следующей неделе с новой дозой здоровья. Оставайтесь с Ньюсмейкер, чтобы быть в курсе последних событий. Субтитры создавал DimaTorzok